С интересом прочитала большую часть Ваших ответов. Спасибо. Очень светло пронизано добром. Я соблюдаю посты, хожу на службы, исповедуюсь и причащаюсь, работаю над своим утренним миром, чтобы жить по западам. Но волнует вопрос по поводу внешнего вида женщины. Можно ли носить юбки в Ваши колена? Можно ли наращивать ногти и красить их в яркие цвета? Почему рекомендуется носить именно длинные волосы, а не делать супермодные прически? Буду очень благодарна за ответ. Мне понравился вопрос. На самом деле, он очень так сформулирован, как-то сбалансирован. На мой взгляд, видно искреннее расположение человека, поиск какой-то его, душа как-то чувствуется. Мне понравился вопрос, но он достаточно сложный. Я Вам так скажу, что главное – это то, что у человека здесь, то, что в душе, в его сердце. Это главнее. Внешне, как человек выглядит, как он одет – это все второстепенно. Главное – сердце человеческое. И если человек пришел к Богу с чистым сердцем, Господь его не отвергнет. Хоть бы он в чем пришел. Здесь нужно поставить «но» и сказать, что душа с телом связана. Душа с телом связана. И то, что происходит с душой, отражается на теле. И то, что происходит с телом, отражается на душе. Недаром военные носят форму. Она дисциплинирует внутренне. Душу его дисциплинирует. Все одеты по форме. И школьная форма была. Отменили, сейчас обратно вводят. Она дисциплинировала детей и как-то настраивала их на учебу. Хотя, казалось бы, что такое в этой форме? Внешний вид влияет. С одной стороны, если у человека душа прекрасная, то он будет и внешне тоже выглядеть прекрасно. Будет чувствоваться вкус у этого человека хороший. И это обязательно будет отражаться. Если, например, идет женщине юбка выше колен, и она где-то в какое-то время ее оденет, я, например, не вижу в этом проблем. Не везде она может так ходить. Есть одежда для работы, есть деловой костюм, есть вечернее платье, есть пляжный костюм, есть одежда для спорта, спортом заниматься, есть одежда для активного отдыха, есть одежда для работы в саду, в огороде, есть одежда для молитвы, а есть домашние тапочки и халат. Пожалуйста, всякая одежда к своему времени и к своему месту должна быть. Вот так. Что касается именно богослужебной, прийти в храм и помолиться, мне кажется, здесь нужно одежду, фасона такого, которая была бы поскромнее, которая позволяла бы женщине себя чувствовать свободно в храме и других рядом с ней тоже. В конце концов, пожалейте мужчин. Красивая женщина, если она сделает зеленой поклон, да еще в короткой юбке выше колен. Редкий какой мужчина сосредоточен будет, останется на молитве. У него все мысли убегут в ненужном направлении. В общем, сделайте скидку на нашу мужскую немощь. А то, что касается причесок и всего остального, маникюра, все хорошо, когда со вкусом. Кому-то, может быть, идет хорошо, а кому-то не идет. Надо уметь еще это видеть, чтобы это было действительно украшение, чтобы человек был красив. А слепо следовать моде. С другой стороны, есть такая тенденция, давайте мы такой дресс-код устроим и всех оденем одинаково, длинные, чтобы в пол, чтобы это было максимально закрыто, чтобы это было вот так. Ну и к чему мы придем тогда? Я не думаю, что если человек оделся по-православному, то он сразу станет православным. Нет. Мне кажется, что все-таки что-то должно изнутри исходить. Хотя, еще раз повторяюсь, внешний вид не только продиктован внутренним состоянием души человека, но и определяет внутреннее состояние души человека. Так. Так.